всем привет в предыдущем своего видео я рассказывала и показала как сделать свадебный бокалы для жанха инвесты в сине-белом стиле своими руками я надеюсь вы его смотрели и у вас это получилось кто не смотрел кому интересно ссылочку оставлю под этим видео сегодня же я хочу вам показать как сделать семейный очаг своими руками также в сине-белом стиле для работы нам понадобятся ножницы термо клеевой пистолет зажигалка клей момент кристалл полусины диаметром 6 миллиметров нитки с иголочкой 2 вот таких цветочка для тонких свечек такие вот я метр полтора сантиметра для большой свечи вот такая вот розочка три с половиной сантиметров и тонкие свечи такие вот и одна вот такая большая толстая свечка атласные ленты шириной 4 сантиметра синего и белого цвета тоже 4 сантиметра кружева эластичная 6 сантиметров атласные ленты синего и белого цвет шириной 1 и 2 миллиметра ну все начнем начну я наверно с большой свечи берем свечу берем кружева сейчас нам кружева нужно так вот опоясать эту свечу смотрим натягиваем натяжечку делать чтобы сана впоследствии когда мы будем надевать не сползла что хорошо держалась но сильно тоже не натягивайте чтобы рисунок у нас не деформировался отметила где обстригаем вот этот отрезочек сейчас нужно нам сшить аккуратненько мелкими стежочками шва вместе решила вместе два края перец изнаночной стороны надеваем на свечу надеваем расправляем чтобы было все ровненько аккуратненько можно даже чуть-чуть опустить ниже так как свеча будет стоять у нас три у молодых и на все знаменательные даты на годовщины на рождение детей эти света свеча будет зажигаться что нужно чтобы здесь было больше места для горения свечи теперь берем ленту 1 и 2 сантиметра обязательно подправляем краешек так вот должны приклеить посерединке смотрите чтоб одинаковое расстояние было справа и с левой стороны прижимаем приклеим аккуратненько хорошо натягиваем ну прям не сильно так чтобы идет кинул она съезжая но чтоб слабо было слабо не было чтобы она не опускалась вниз вот так если что-то где-то у вас неровно получилось то все подправится а вот это вот кружево когда впоследствии мы будем клеить полу бусины на них она приклеится прям к свече так что вы хотите но не будет так вот шевелиться так теперь берем классную ленту 4 сантиметра будем из этого делать бантик можете сделать его побольше поменьше побольше поменьше тоже смотрите сами но свеча как бы большая думаю ножичка побольше надо сантиметра к обязательно править не забыл теперь загибаем вдвое прижимаем где серединку так разглаживаем чтобы у нас получилась отметка где у нас середина чтобы видно было где серединочка что бантик у нас получился ровно видите и у нас серединка и как нам сгиба как разгребать куда и как сшивать в эту немножечко внахлёст делаем и вот это дело все посерединке сшиваю намет затягиваю закрепляем узелочку так один бантик у нас готов сейчас дело второй также от сети день проделаем то же самое что и синий бантик также сшивая ниточками я сшиваю синими потому что я думаю не имеют смысла делать белым все равно это все скроется вследствие этих ниток уже заматываю хорошая ничко все я делаю так не обстыка я ниточку сразу соединяю 2 банта делаем это вот так вот чтобы один бантик видно было и второй было видно так внахлёст и сшиваем это все вместе все вот такой двойной бантик у нас получился так пока его отлаживаем берем линточку белую и синюю шириной 1 и 2 сантиметра берем свечу швом к нам сейчас мы будем работать сначала с этой стороной потому что вот этот шовчик нужно нам прикрыть вот этот стык этот шовчик все нужно прикрыть здесь бант будет здесь пусина здесь будут вот такие банты веселечки вот я отметила кем должны быть примерно пополам обрезаем идем вот серединка у нас уже отмечено где серединка и вот так вот сгибая треугольничком одно на одно чтобы у нас вот такая калочка получилась или буква л чтоб обе лицевые стороны были здесь блестящие погибаем этот уголочек и капаем сюда чуть 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 клеим вот приклеили то же самое со вторым вот у нас серединочка и посерединочке вот так же сгибаем одну можно побольше скилл согнуть другую поменьше чтобы они так немножечко были не одна на одну прям чтобы их видно было уже капнули приклеили теперь нужно их склеить между собой вот таким образом вот видите как получилось теперь берем бант и приклеим то есть получается вот это будет лицевая сторона зад клеить нужно на заднюю сторону немножко спуталась сама его спутала нужно вот этот бантищик обмотать еще вот это вот все скрыть вот такой ленточку вот такой ленточка ничего страшного оторвала потом снова все приклеится ничего видно не будет вот берем вот так вот ленточку отласно 1,2 сантиметра белые вот так вот скрываем так вот вот так вот обматываю стригаем подплавляем и приклеиваем с этой стороны вот посмотрите бантичек выровнялся стол ровненьким и ничего не видно с изнаночной стороны, как я уже и говорил приклеиваем вот эти вот такие весельки, как я их называю вот бантик наш готов все, теперь этот бантик приклеиваем вот сюда где у нас тут стык идет белой ленточки ну и соответственно где шовчик ровно посерединочке тут нужно побольше клеить, чтобы он хорошо нас держался но перей сверстывать тоже сильно не надо, чтобы у нас со всех краев он потом не вылазит теперь берем розочку для большой, которую свечи приготовили и вот сюда приклеиваем вот так приклеиваем, прижимаем продержали немного, все вот розочка у нас на месте теперь будем приклеивать полубусины берем клей момент кристалл берем клей момент кристалл мне кажется, что намного крепче и в наших гусина уже никуда не денутся как-то термоклевой пистолет где-то там немножко не рассчитаешь и вылезет, потом видно этот же вот даже если он вылезет немножко и на ткани не на кружеве его видно не будет потому что он прозрачный клей берем клапаем чуть-чуть и приклеиваем открывая наш шовчик делать будем в два ряда в шахматном порядке и прижали посильнее кому удобно пинцетом, если не удобно руками, может делать и пинцетом, потому что многие так делают а мне его почему-то неудобно, а мне удобно руками вот что у нас получилось шовчик не видно здесь шовчик у нас тоже не видно полубусины сюда мы клеить не будем так как зачем? их не видно все равно теперь нам осталось наклеить полубусины вот здесь вот в верхней части нашего кружева и в нижней части нашего кружева можете даже какие-нибудь нити с бусин сюда приклеить это уже на вашего смутринице а я делаю на расстоянии два сантиметра ну вот полубусины я все приклеила и вот что у нас получилось теперь нам нужно сделать тонкие свечи потому что семейный очаг состоит из одной большой свечи и двух тоненьких таких вот одно я уже сделала сейчас будем делать аналогично вот эту я сделала вторую тонкую свечу вот две таких свечи тоненькие и одна трусника я думаю не было смысла вам показывать как это делается потому что она делается так же как толстая свеча только единственное здесь различие что вот где шовчик здесь на кружеве скрываем один ряд полубусин а здесь два ряда и размер розочек отличается потому что я думаю будет некрасиво вот такая большая розочка на такой тоненькой свечи вот такой вот у нас получился семейный очаг кому понравилось мое видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока до новых встреч 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 до новых встреч